Привет, YouTube! Наверное, нет сейчас ни одного человека, который бы не затаил дыхание, сидя перед экранами своих телевизоров, ноутбуков и не следил за последними новостями в мире, связанными с коронавирусом. COVID-19 распространился глобально и повлиял на все сферы – на туризм, на экономику, на сферу здравоохранения и даже на рекламу в интернете. Меня зовут Алена Полюхович, и в сегодняшнем ролике я постараюсь вам разъяснить ситуацию, которая происходит сейчас на рынке рекламы, и как себя вести в период кризиса с рекламными аккаунтами и компаниями. Во-первых, Google запретил появление любых товарных реклам при запросе, если в них встречается слово «коронавирус». То есть, если вы рекламируете лекарство от гриппа, к примеру, и задаете запрос лекарства от гриппа «купить», то ваша реклама выводиться будет. А если же вы добавите в поисковый запрос слово «коронавирус», как моментально мы видим, что нет вообще никакой рекламы. То же самое и с прививками. Прививку от гриппа рекламировать вы можете, но вот прививку от коронавируса рекламировать запрещено. Товарные объявления по противовирусным препаратам с приставкой «коронавирус» также запрещены. И так как все опасаются, и вся эта тема, она только нагнетается с коронавирусом, то такие гиганты интернет-рекламы, как Google и Facebook запретили любую рекламу с продажей, упоминанием масок для лица. В случае с Google это уже просто более строгое соблюдение политики, которая уже запрещает любую рекламу, если в ней встречается слово «коронавирус». Представитель Google говорит, из-за предосторожности мы решили временно запретить всю рекламу медицинских масок для лица. Мы активно сидим за ситуацией и будем продолжать предпринимать необходимые действия для защиты пользователей. На данный момент Google запрещает рекламу только маскам для лица, но однако же сам Google утверждает, что он будет предпринимать необходимые действия в зависимости от того, как будет складываться дальше ситуация. То есть теоретически Google может запретить к показу в рекламе еще многие вещи, все будет зависеть от того, как будет дальше развиваться эта эпидемия. По словам Google, удаление всех объявлений, связанных с масками, требует несколько дней, поэтому пока что вы еще до сих пор можете видеть какие-то отдельные объявления, которые предлагают продажу масок для лица. Каких запретов стоит ждать? Во-первых, конечно же, это антисептики и санитайзеры для рук. Google запретил показывать рекламу по медицинским маскам сразу же после того, как Facebook запретил эту же рекламу на своей платформе. В пятницу Facebook объявил, что временно запрещает продажу масок, а также коммерческие списки для продажи медицинских масок. Роб Флазерн, руководитель отдела доверия рекламы для бизнеса, сообщает. Мы запрещаем рекламу и коммерческое объявление о продаже медицинских масок для лица. Мы внимательно следим за COVID-19 и внесем необходимые обновления в нашу политику, если увидим людей, пытающихся использовать эту чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. Мы начнем внедрять эти изменения в ближайшие дни. Адам Массери, глава Instagram, заявил следующее. Поставок мало, цены растут, и мы против того, чтобы люди использовали эту чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Мы начнем внедрять это в течение следующих нескольких дней. Также аналитики предполагают, что Google и Facebook получат значительное снижение притока денег в связи с сферами рекламы, которые наиболее пострадали от коронавируса. Это, так, например, одна из самых значимых сфер – это туристический бизнес. Уже сегодня маркетологи и контекст-менеджеры пересматривают стратегию своих краткосрочных компаний. Аналитик Роб Сандерсон ожидает, что в первом квартале Google увидит снижение на 15% от доходов рекламы по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. И, соответственно, 20% снижения доходов во втором квартале из-за вспышки коронавируса. На прошлой неделе аналитики Лора Мартин и Дэн Медина заявили, что будут уменьшаться расходы на рекламу, связанную с путешествиями, с розничными товарами, а также со всякой сферой развлечений. А это, по их оценкам, составляло от 30% до 45% дохода на Facebook. Но не все виды бизнеса будут снижать бюджеты, ведь многие переходят в онлайн. Николай уже в своих роликах неоднократно об этом говорил. И это означает, что конкуренция в таких нишах, наоборот, только увеличится. Что же это за ниши? Это, конечно же, курерская доставка, такси, сфера здравоохранения, а также всякие микрокредиты. Нетронутыми останутся веб-сервисы, всякие онлайн-сервисы по изучению чего-либо и также ремонт на дому. Конечно же, сильнее всего пострадают ниши агентств путешествий по горящим турам. Но когда пандемия, будем надеяться, закончится, вы сможете продавать свои туры по скидкам и брать, например, за них предоплату. Крупное маркетинговое агентство Warg по-прежнему прогнозирует ежегодное увеличение расходов на 7% в этом году в средствах массовой информации. Это основано на ожидании, что маркетологи просто перенесут свои бюджеты на второе полугодие, а это, соответственно, приведет к конкуренции и увеличению цен в СМИ. Это означает, что рекламодатели будут продолжать испытывать давление даже после того, как вспышка коронавируса пройдет. Так что логично, что следует правильно распределить бюджеты и подготовиться к этому прямо сейчас. А что же происходит с монетизацией на Ютубе? А вскоре после блокировки Ютуб все-таки согласился показывать видеорекламу на роликах, в которых обсуждается тема нового коронавируса. До этого он запрещал это делать. Поэтому на сегодняшний день и момент вы прекрасно можете спокойно снимать ролики на эту тему и выпускать их, не боясь на то, что снимется монетизация на этих роликах. Ахревс не успевает их просто даже индексировать. Они растут в экспансиональной пропорции. В Рунете сейчас лидируют по созданию количества роликов и роликов, которые попадают в тренды Ютуба. Это РБК и Россия24. Среди украинских каналов следует выделить канал Доктора Комаровского, который выпускает очень часто ролики. Они очень актуальны и, соответственно, он набирает свою аудиторию и подписчиков день за днем. В пределах последней недели января его канал один раз набрал 170 тысяч подписчиков за раз. И после этого просмотры у него просто взлетели. Хотя до вспышки коронавируса он стабильно набирал в неделю где-то до 7 тысяч подписчиков. Возврат магнетизации произошел после того, как многие пользователи, создатели каналов на YouTube пожаловались на политику запрета монетизации на роликах, которые делают что-то больше, чем просто мимолетные упоминания о коронавирусе. Ведь они сказали, что они незаконно удерживают их деньги, ведь эта тема становится очень актуальной. И все разговоры сейчас именно о ней. Ранее YouTube запрещал монетизацию роликов в связи со своей политикой конфиденциальности. Тех роликов, которые были связаны с событиями, которые быстро менялись или же с какими-то деликатными событиями. Ну, например, с стихийным бедствием. Вот на таких роликах была запрещена монетизация. На своем блоге в среду генеральный директор YouTube Сьюзен Войчицки сообщила, что YouTube снова разрешает рекламу видеороликов, которые связаны с коронавирусом. Это связано с тем, чтобы новостные источники, а также создатели роликов на YouTube смогли дальше создавать качественные видеоролики на постоянной основе. Но платформа все так же принимает меры предосторожности и она будет разрешать ролики, связанные с коронавирусом, только новостным каким-то порталам, организациям или же каналам, авторы которых прошли сертификацию в YouTube. В ближайшие дни мы будем размещать объявления для контента, обсуждающего коронавирус на ограниченном количестве каналов, включая авторов, которые точно себя сертифицируют, и ряд новостных партнеров, написала Войчицки. Мы готовим наши политические и правоприменительные процессы, чтобы в ближайшие недели расширить монетизацию для большего числа авторов и новостных организаций. Что такое самосертификация YouTube? Это механизм, если вы, например, не уверены в том, что ваш ролик подходит под все правила, вы можете пройти самосертификацию. Я оставлю ссылочку в описании на Google справку и там, где вы можете заполнить эту и пройти самосертификацию. В Рунете, в свою же очередь, Яндекс порекомендовал своим сотрудникам перейти на удаленную работу. Об этом сообщает та со ссылочкой на внутреннее письмо, подлинность которого подтвердил сам Яндекс. В письме говорится, мы рекомендуем всем сотрудникам офисов, которые могут работать удаленно, с понедельника работать из дома. Офисы будут открыты, но приходите в офис, советуем только в случае реальной необходимости. Во вторник Яндекс проведет один день учения в случае, если все московские офисы будут закрыты для того, чтобы протестировать видеосвязи, а также другие инструменты. И, вероятнее всего, в этот день техподдержка Яндекса сможет работать со сбоями. Яндекс также запустил карту распространения коронавируса в России и в мире, где показывается общее число зараженных, выздоровевших, а также смертей. На момент записи этого видео это все новости, которые есть, и которые следует знать, к чему и как готовиться. Рекомендуем вам зарезервировать свои бюджеты для контекстных компаний реклам, также пересмотреть свои поисковые компании, краткосрочные компании, потому что рано или поздно эпидемия коронавируса закончится, а бизнес вам придется запустить по-новому. Оставляйте свои комментарии, также подписывайтесь на наш YouTube канал, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наши аудиоподкасты, вступайте в нашу группу в Telegram, подписывайтесь на наш Instagram аккаунт. Будьте здоровы и хороших вам продаж! Субтитры сделал DimaTorzok